Так, сейчас следующее задание по цвету. Сейчас мы будем учиться рисовать свободно, большой кистью, цветные полоски. При этом мы будем двигать рукой, вот так широко, вот так вот. Вот так мы будем рукой. Для этого, вы понимаете, я вам говорю комментарии, для этого у нас газеты есть, поэтому можно заезжать за края, не стесняясь заезжать за края. Это вот ради свободной руки делается, это первое. Здесь много разных тем. Мы будем делать цветные полоски, это первый этап. Потом второй этап, вот я говорю вам, детям я говорю, сейчас будем рисовать цветные полоски вертикальные, широкие. А потом следующий этап, вот как сейчас вы рисовали композицию, там будет следующее, на этих полосках будут определенным образом располагаться всякие элементы. Итак, первая полоска у нас будет желтая. Значит, посмотрели, есть ли у нас желтый на палитре. Разводим его водой. Вот смотрите, как я делаю, смотрите, я говорю, вот как я широко, я не боюсь заезжать за края. Вот первая полоска широкая. Вот примерно такая. То, что дети ноги вверх не понимают. То есть здесь вот надо очень много следить. Вот широкая полоска первая. Итак, первая сверху полоска. Вот здесь вот этот верх-низ очень важен. Для таких детей иногда это не очень понятно. А вторая у нас будет, и мы ищем на столе, ищем алый-красный. Видите, эти вообще названия красок, они тоже очень важны нам. Они же какой-то тоже создают красоту, какой-то красок. Вот красный-алый, вот развели с водичкой, вот добавляем. И вот здесь вот расстояние. Нужно ли расстояние между полосками? Нет. Значит, мы стараемся без этого самого расстояния. Вот так вот свободно заезжаем на газету, не боимся. Свободно прокрашиваем, не оставляя никакого пространства между этими полосками. И все. А дальше вы сейчас, я скажу, каким делаю, я уже показывать не буду. Или иногда я просто до конца тоже, чтобы дети видели последовательность, что желтое сначала было, потом красное, потом... А теперь найдем изумрудно-зеленый. Где у нас изумрудно-зеленый? Изумрудно-зеленый. С широкими движениями. Свободно вот так. Даже можно в воздухе показать как-то. Дальше берем ультрамарин. Ультрамарин. Где у нас синий, синий. Вот ультрамарин. Начинается все с названия красок. Кто-то взял фиолетовый. У вас это ультрамарин, да? Ну-ка, рядом фиолетовый. Давайте возьмем, посмотрим. Ну и дальше прокрашивайте теми цветами, которые вам нравятся, полоски. Пожалуйста. Эти по заданию. Часть. А часть дети берут те цвета, которые им хочется. Которые у них есть на палитре. Ну вот остаток, чтобы. Да. Остаток, да. Остаток прокрасить. И он захочет одним цветом? Да, может. Но не на этих цветах, а рядом. Вот осталось вот сколько места. Черный, кстати, можно. Тоже интересно. Не забываем про темные цвета. Коричневый, черный. Вот вы вообще дадите это задание, предположим, вообще при первой встрече. Все цвета хороши. Каждый выкрашивает часть листа теми цветами, которые им нравятся. Это очень успокаивающее занятие. Работа с палитрой, работа с цветом. Пока с чистыми цветами. Начинается второй этап. Нам понадобятся немножко белые краски для второго этапа этого задания. Красный цвет нам понадобится для первых двух полосок. И желтый. На желтой полоске сверху, наверху, наверху, на желтой полосе у нас будут располагаться красные точки. Вот такие движения. Еле прикасаемся тонкой кисточкой. Пожалуйста, располагают эти точки как они хотят. Я говорю, знаете, есть художников много, которые только точками рисуют. Только точками. Каждый эти точки будет располагать как ему хочется. И вертикально, и горизонтально. Просто создает какую-то маленькую такую картинку из этих точек. А на красной полоске у нас будут желтые кружочки. Можно, знаете, вот эти колечки, а можно закрашивать. Ну, то есть, давайте сейчас определимся. Ну, предположим, давайте закрашивать. Потому что некоторые дети начинают рисовать бублик, да, такой. Лучше закрашивать. Тоже располагать как угодно на этой полосе. Это маленькая картинка. Можно нарисовать большие и маленькие кружочки. Я тут же начинаю им подсказывать. Потому что тут же даже в простом таком задании уже какие-то вещи, которые потом в рисунках они будут проявлять, уже можно понять, что, оказывается, можно большими кружками и маленькими рисовать. А вот эта изумрудная полоска зеленая, интересно, на что же это похоже, спрашиваю я. Трава. Так, Саша. Так, дальше по очереди. Я вот так прям детей опрашиваю. Ёлки. Бирюзовые ёлки. Как это прекрасно оказаться в лесу с бирюзовыми. Это голубые или имеется в виду, да? Ага, понятно. Так. Лента для подарка. Лента для подарка. Так, дальше. Мох. Мох. Бусы. Бусы бирюзовые, как все любят. И сережки, и бусы, и бирюза. Отлично. Так, Оксан. Для меня лес. Лес? Прозрачный. Река. Река бирюзовая, красиво. Педагог помогает. Эти слова, вот понимаете? То есть это вот, с этого все начинается. Потом эти фантазии, которые возникают на этих занятиях, необыкновенные, каждого ребенка, и он понимает, что он может родить, услышать у другого. Это его мир целый, целый поднимается. И потом многие знания, которые просто, ну, он не знает, что, например, есть море бирюзовое или лес бирюзовый. А тут, оказывается, в художестве может и бирюзовый лес быть, и улитка может быть бирюзовый. Итак, на бирюзовой полоске мы нарисуем, возьмем цвет, который нам на нашей палитре понравился больше всего, и нарисуйте на бирюзовом, что вы хотите. Какой-то простой или узор, или, может быть, что-то, какое-то изображение, чуть-чуть простые такие они, на бирюзовом. Мы немножко пофантазировали, представили себе, что может быть такое бирюзовое. И вот рождается, потому что здесь занятие по заданию, а что-то свободное. А потом по заданию что-то свободное. Вот работая с музейными экспонатами, изучая всякие греческую керамику, какие-то еще более древние вещи, видно, что они работали с самыми простыми элементами. Вот мне это очень помогло в моей работе с такими детьми, потому что вот сейчас мы будем тоже такой вертикальная, там, горизонтальная палочка, вертикальная, какие-то самые простые. И там все эти узоры, фактически на греческой керамике и еще более древней, они все состоят из самых простых элементов, самых простейших, которые как раз очень здорово применять вот для начинающих или для детей с асомицами в развитии. А на синей полоске мы сделаем волны. Мы сделаем волны, но смотрите, как они будут, белые волны. Давайте сделаем, как вот бывает, когда такое на море волнение. Значит, берем белую краску. Сейчас я вам покажу, как они будут располагаться, эти волны. Значит, показываю, что волны волнистые, да? Вот это вот, видите, рука, как начинает двигаться, да? Рука начинает двигаться сначала в длину, вот так, сначала в длину по частям. Я сейчас все не буду рисовать, я просто... Вот это отрабатывается определенное движение руки. Ребенок очень медленно это делает. Вверху волнистая белая такая волна, как бы у нас будет. В основном вообще все видят готовые работы, готовые рисунки. А как они сделаны, никто даже и не... Знаете, что это все создается по частям, и потом собирается в общий рисунок. Внизу проводим такую же полоску, внизу, в такую вершину, в такую вершину, в такую низ. То есть нам это с вами как бы проще понять, для таких детей это сложное задание. Они делают, естественно, как они могут, и вы их не ругаете за это, потому что у детей и тремер, и все прочее. Всякие моменты, которые делают рисунок не очень аккуратным, но понимание самого задания, вот такого рисовального, очень много дает. А потом посередине, у кого осталось, мы делаем вертикальные. То есть они рисуются уже, рука немножко по-другому. Такие змейки, не змейки. Морские коньки? Да, кстати говоря. Дети же, они, знаете, дети же очень... У них идеи приходят во время работы, и они много озвучивают очень интересных вещей, педагог ловит это, и всем тоже как бы озвучивает. Вот там Таня то-то сказала, что ей напоминает морских коньков, а кому-то еще. То есть расширяется, расширяется, и слова не слышат те, которые все находятся в определенном контексте. А на фиолетовом фоне у нас будут располагаться звезды. Давайте сделаем звездочки. Показываю черточками. Условно, это все схематично. Это все показывается схематично. Любым цветом? Желтые, я не сказала. Желтые звездочки. Тоже большие или маленькие, как угодно. Каждый заполняет, как он хочет. Композиция, саморасположение, как угодно. Такой ночной сразу встает образ, какой-то образ ночи. Каждый по-своему делает. Как он звездочку представляет. Теперь начинается уже тема свободы. Ваши полоски, ваши цвета. И вы все делаете, заполняете какими-то своими элементами, как вы хотите. Пожалуйста. И потом, знаете, хотела сказать вам такую вещь, что вот считается, просто занятие рисованием, считается, что надо детей тащить во взрослый мир, во взрослое рисование. Вот Суриковский институт типа этого, понимаете? А детское творчество, вот любая даже каляка-маляка, их вот это достижение, оно само по себе имеет большую ценность. Детский рисунок, его не надо, он похож на домик, тот, который, может, педагог хочет, чтобы он нарисовал, там, или рыбку, которая похожа на рыбку. Его не надо. Детский рисунок – это самостоятельная ценность. И это не надо забывать. Оксана, покажи нам свой рисунок, пожалуйста. Мне кажется, это орнамент. Ой, какой красивый орнамент. Мы смотрим, любуемся. Орнамент, состоящий из таких разных узоров. А вот что, Оксана, у тебя, и вот это очень важно, на последней полоске там какой-то интересный, что это такое? Там какой цвет? Белые какие-то линии. Это что у тебя? Это сугробы. Это сугробы, оказывается. Вот это да, интересно. Это кошки. Я показываю ребятам. Ребятам. Оксанина, открытие. Кошки, представляете? Какие-то синие кошки, оказывается, гуляют по бирюзовой полоске. Это, в общем, очень интересно. Так. У Анжелы закончен рисунок. А вот меня заинтересовало очень на черном фоне такие розовые фигурки. Анжел. Это лепесточки. Это лепесточки. Лепесточки розовые. Розовые какие-то розовые на черном. Как это здорово. То есть, понимаете, самые простейшие понятия, которые вообще в жилописи, в искусстве существуют. Какой цвет с каким рядом. Сочетание цветов. Потому что у многих понятие, что чем больше у меня красок, тем лучше у меня рисунок. Нет, это не так. Очень много заданий. И вы увидите, когда берется 2-3 цвета, они используются за то. И создается огромное многообразие. Именно ограничение, как ни странно, ведет к большему результату. Понимаете? А не набор, что все цвета у меня применены. Это совершенно противоположное действие. Так, Женя нам сделала целую какую-то картину. Женя, расскажи нам, что же это как бы ты назвала свой рисунок? Времена года. Времена года, видите? А вот это какое время года? Март. Сочиняйте прямо на ходу. Это март. Это март, желтый март. С такими красными какими-то распускающимися бутонами. А что вот здесь происходит на оранжевой полоске? Это амбус переходит в сентябрь. Действительно, смотрите, значит, переходы, времена года, которые меняются. Узнаем, что времена года есть. Здесь очень много, видите, даже из такого вот разговора просто возникает, во-первых, много информации, которую ребенок, может быть, и не знает, и не сталкивался. Это очень важные вещи. То есть это через вот рисование мы даем возможность открыться. Ну что, давайте это задание завершим. Подпишите, пока вы в теме, потому что потом уже пройдет время, вы выйдете уже после нашего семинара, и это будет уже не до этих вещей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!